Сегодня главные гости праздника это учителя. Каждый из них подарок для города, надежда на будущее. В Свердловской области немало достижений среди педагогов, сказал в своем поздравлении гость праздника, заместитель председателя правительства Свердловской области Юрий Бектуганов. Образование, сказал Юрий Иванович, достаточно затратная система, но она восполняется через годы. Желаю всем нам мудрости, терпения, творчества. И каждый должен помнить о том, что труп учителя – это то, что мы называем задающим жизнь любому ученику, любому человеку. И учитель всегда останется наставником, педагогом, воспитателем, потому что каждый из нас живет, учится и обучается в течение всей своей жизни. Юрий Иванович отметил, впервые в области принята программа по инициативе губернатора Свердловской области Александра Мишарина «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений». А значит, 49 тысяч дополнительных мест должно быть введено до 2014 года. Реализуется национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». Но главным достоинством в системе образования всегда будет учитель. День учителя действительно является одним из самых любимых профессиональных праздников у нас в России. И со словом учитель, конечно же, мы ассоциируем такие понятия, как мудрость, умение прийти на помощь в трудную минуту, терпение, образованность. И в этот праздничный день я хочу, конечно же, пожелать вам творческих успехов, благополучия, счастья, здоровья, всего самого наилучшего. И пользуясь случаем, не могу себе сцены не поздравить двух замечательных людей, двух замечательных педагогов, которые совсем-совсем недавно получили звание заслуженной. Учителя Российской Федерации – это Денина Викторовна Малахова и Михаиловна Викторовича Терягиевна. Спасибо вам и с праздником вас! Федеральную награду «Почетный работник общего образования Российской Федерации» сегодня вручили учителю математики 1-й школы Полевского Надежде Петровне Зеленской. Я считаю, что к этому привела, приводит очень долгий путь. И я благодарна тем, кто помог мне стать учителем, настоящим учителем, моим наставникам, моим коллегам, педагогам. Хотелось бы сказать в этот день спасибо и поздравления с нашим профессиональным праздником. День учителя – это самый святой праздник, считает председатель Думы Полевского городского округа Александр Ковалев. Потому что именно учителя дарят свет знаний и светлое настроение. От имени местного отделения партии «Единая Россия», от имени депутатов Думы Полевского городского округа хочу поблагодарить вас за работу, здоровье, счастье и любви. Всего вам доброго! Чтобы стать хорошим учителем, нужно в первую очередь любить детей. Искренняя любовь учителя к своим ученикам всегда будет совершенствовать самого учителя, считает Ольга Осипова. Как и остальные учителя, сегодня она поздравляет своих коллег. Я хочу пожелать всем здоровья, семейного счастья, самых лучших и творческих учеников и дальнейшего карьерного роста и процветания. Своё праздничное и шутливое настроение педагогам Полевского передал управляющий директор Северского трубного завода Михаил Зуев. Михаил Васильевич назвал педагогов самой главной созидательной силой города, потому что именно учителя воспитывают и выращивают достойных граждан нашего города. В этом зале столько людей собирается, наверное, только в День Металлургов, когда мы празднуем свой религиозный праздник, День Металлургов. Ну а следующий самый большой праздник, наверное, это всё-таки День Учителя, ибо столько прекрасных женщин, столько красивых людей в этом зале собирается только в День Учителя. Поздравление за поздравлением. В этот день учителя принимали искренние и сердечные слова благодарности. Будьте, пожалуйста, здоровы, будьте счастливы. С Днём, Учителя! Для учителей Полевского сегодняшний праздник – это новый учебный день, который прошёл с пользой для учеников, как и каждый новый урок. Поэтому учитель – это всегда добрый и приветливый человек, пример для молодого поколения и гордость для нашего города. Екатерина Медведева, Наталья Алаева, Александр Полищук. Новости нашего города.